Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад, если быть точным, где-то минут 30 назад я выложил обзорчик на АТ-15А, которая вышла на продажу в составе набора с Кумзепанзером. И там я высказал свое мнение по поводу набора за 6,5 тысяч из этих двух семерок и высказал свое мнение в отношении приобретения данных машин по отдельности. Хотите, перейдите по ссылочке, посмотрите, заодно посмотрите обзор на АТ-15, ну а если не хотите, то я кратенько повторю то же самое мнение. 6,5 тысяч это максимальная объективная цена для этих двух семерок, просто потому что это семерки и не более того. В отношении легендарного внешнего вида только на Кумзепанзера АТ-шку обделили, да и в целом я считаю, что могли бы сюда положить для красоты ну хоть какой-нибудь камуфляжик, просто чтобы место пустым не было и не приходилось одевать ее во что-нибудь свое. В отношении оборудования где-то в районе 2,5 миллионов серебром экономии, ну а в отношении иксов далеко не те танки, на которых вы сможете круто реализовать их и существенно поднять свой элитный опыт экипажа или прокачать свои копилки. В отношении ценников на тачки по отдельности, я лично считаю, что 4,5 это гон и нормальная объективная цена это 3,5 тысячи для Кумзепанзера и объективно максимальная цена в голом состоянии для АТ это 3 тысячи, я не знаю, там за уши притянуты. Почему? Смотрите опять-таки по ссылочке. Таким образом получается, что 6,5 тысяч это и есть максимально оптимальная цена для данных двух машин в составе набора, пускай даже такого, но все равно явно не дороже. В отношении АТ-шки свое мнение высказал, ну а теперь давайте по Кумзепанзеру пройдемся. Кумзепанзер удовлетворит потребности игры на легких танках далеко не каждого любителя легких танков. Почему? Ну просто потому что танчик с одной стороны веселый, а с другой стороны бестолковый, что в нем действительно классно. Классно то, что у него 70 скорость вперед, он просто носится по карте, это действительно факт и очень бодро откатывается назад, 23 километра. При этом всем у него по орудию, ну я бы не сказал, что далеко идеальные показатели. Дело в том, что у него пробитие на уровне плинтуса в 160 миллиметров. Это семерка, ребят, против семерок играется на Кумзепанзере уже не сильно приятно. Про восьмерки я вообще молчу. При этом всем он имеет время перезарядки 6 секунд и 225 единиц урона. И это в принципе неплохо, особенно с учетом того, что на неровностях играть довольно комфортно, с углом склонения орудия вниз, минус 10. Это действительно так. А вот в отношении точности по орудию, у меня почему-то постоянно есть проблемы с этим. И играть на этой машине на отмашь получается далеко не всегда. Ну а что касается прицельной стрельбы, то и того потяжелее. 3,6 время сведения, мне кажется, все-таки многовато для легкого танка на седьмом уровне с таким показателем по пробитию. Ну просто потому, что пока ты выцелишь в серую зону, можно посидеть, а можно и в ангар отправиться. В отношении разброса 0,330 тоже не идеален. Хотелось бы немножко поменьше. И вот как раз в отношении времени сведения и разброса, ну а в частности по точности, у меня больше всего вопросов по Кумзепанзеру. Ну что, ребят, берем тачку, поехали посмотрим, на что она реально способна. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Начинать будем, как обычно, с подвижности и маневренности. В этом отношении к Кумзепанзеру нет вообще никаких вопросов. Действительно бодро катается по карте, действительно классно входит в повороты. И ты действительно можешь в любой момент, всегда, когда тебе заблагорассудится, взять и поменять направление своего движения. Здесь цепляться рил не к чему. Нормальный, приятный, классный, легкий танк в отношении вопросов по подвижности. Что могу сказать в отношении орудия? Оно меня смущает, честно говоря, потому что, ну, по правде, времени сведения не хватает. Хотелось бы, чтобы сводился он немножечко бодрее. В отношении точности тоже далеко не самое лучшее, но в целом играбельно. Окей, можно, в принципе, привыкнуть, можно, в принципе, играть. В отношении живучести. Типичный легкий танк, который абсолютно не живуч в боях. Танковать нечем. Вот сейчас закидываю чисто на вскидку. Если бы не везение в игре, то вот этого времени сведения мне было бы недостаточно. Для того, чтобы нормально прицелиться в кваса. И если бы он не остановился, то, понятное дело, что я бы в него-то и не попал однозначно. И вот это очень сильно смущает. Потому что, играя на Кунзе Панзере, ты как-то, не знаю, интуитивно рассчитываешь на какую-то приемлемую точность. Но по факту ты ее не получаешь. Запас прочности вполне себе типичен. И тут говорить особо не о чем. Есть. Сделал фраг. Уже не зря в бой зашел. Подтягиваемся выше. По углу склонения орудия вниз. Комфортно, приятно, удобно. Цепляться не буду. Здесь действительно на высоте. Когда ты рысачиваешь где-то по каким-то холмам или барханам, то в целом, в основном, вполне спокойно можешь выцеливать. В общем, тачка однозначно неоднозначная. Могу ли я рекомендовать ее к приобретению? Нет. Потому что далеко не каждому танкисту она подойдет. Далеко не каждый танкист сможет реализовать данную машину. Ну и, соответственно, далеко не каждый танкист любит играть на легких танках. И, возможно, расстроится из-за того, что не получается на данном танке сделать то, чего хотелось бы. Так. Магнус. Дай я тебе закину. Спасибо тебе большое. Все ради зрителей, все ради обзоров. Не обижайся, пожалуйста, на меня. Поехали искать ПТ-ху. Запаса прочности хватает. Возможно, меня даже за один выстрел никто не вынесет. Ну а я выполню свою светляковую миссию. Но и где? Где этот забытый герой? Или забитый? Вот он стоит себе спокойненько. Видите, что происходит? Когда сведения нет и ты на ходу пытаешься кидать, то даже на таких расстояниях сделать это не так уж и просто. Короче говоря, не сильно точное орудие. Мне очень нравятся легкие танки, на которых я могу, допустим, как М41Д, носиться по карте, брать кого-то в автоприцел и просто навскидку закидывать урон. Просто пролетая мимо, не включая прицел, не выцеливая серые зоны. Понятное дело. Да, в принципе, танк не выцеливая. А здесь, играя, ты умудряешься еще и мимо попасть. Точнее, не так, как можно мимо попасть. Умудряешься не попасть в целом и выстрелить мимо. Тогда, когда берешь своего соперника в прицел, потому что круг разброса во время движения, ну действительно, в край большой. А бьет снаряд в любую практически точку в пределах данного круга разброса. Поэтому и не сильно-то и нравится играть на данном танке. Так или иначе, 2250 единиц урона, два уничтоженных соперника и знак классности второй степени. В отношении фарма, фармить на этой машине не выйдет. Это семерка и да, пускай она с повышенным коэффициентом доходности, в отличие от других машин, типа коллекционок или уж тем более проходных. Ну, за этот бой сейчас получил бы 36 тысяч. Кто-то скажет, что это довольно неплохой фарм, но поверьте, вывозить каждый бой так вы не будете однозначно. Вы довольно часто будете откалываться в ангар гораздо раньше, нежели вам хотелось бы, ну или гораздо раньше, нежели вы сможете настрелять нормальное количество урона. Похвалим, как обычно, наших союзников за качественную помощь в этом бою. Я, на удивление, занимаю первое место в команде по урону. Не знаю, как это получилось. Не то, чтобы я не старался это сделать, но я удивлен, что у меня это получилось. И хвалим, соответственно, наших соперников. Суммируем, что могу сказать. Набор однозначно не для тех ребят, у которых нет премиумных машин в ангаре и точно не для покупки, как первые танчики. Дело в том, что АТ-15 очень сильно ломает всю систему в этом наборе. Почему? Переходите по ссылке в описании и посмотрите обзор на эту тачку. А в отношении Кунзе Панзера многим, многим ребятам не зайдет игра на данной машине, потому что вы не сможете ее реализовывать. Это как минимум. Ну а кто-то будет говорить негативные вещи в отношении точности по орудию. Таких тоже найдется доброе количество. Я же ничего не скрывая, показал вам танк таким, какой он есть на самом деле. И мое скромное мнение, вместо того, чтобы покупать этот набор за 6,5, подкопите немножко голды и за 7,5-8 купите себе горную нормальную восьмерку, которая будет действительно хорошо играться. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»